Для меня всегда большая радость совершать богослужение в этом храме. А когда я вошел в этот раз под своды Татьяниного храма при МГУ, то возрадовался всей душой, увидев новый иконостас. Он еще не завершен, но он так органично вписывается в классическую архитектуру этого здания. И очень надеюсь, что благоукрашение церкви, домовой церкви Московского государственного университета будет тоже одним из факторов, который будет помогать людям переступать порог, отделяющий университет от храма. Вот мы сегодня празднуем память святой мученицы Татьяны. В проповеди отец Максим очень хорошо рассказал о ее жизни и о значении этой жизни для современной молодежи. Но я хотел бы обратить ваше внимание только на одно обстоятельство. Татьяна завершила свою жизнь мученически, будучи дочкой римского консула, относясь к римской аристократии. Вот что означает отдать жизнь в свое за убеждение? Ведь это проявление невероятной внутренней силы. И вот эту способность и возможность идти до конца по избранному пути, не страшась даже смерти, мы называем верностью. Святая Татьяна была верна Христу, Спасителю, она была верна тому выбору, который она сделала, и уже никакие ужасы, пыток не могли ее отвратить от того, чтобы быть со Христом и оставаться верным всему тому, что она восприняла своим умом и сердцем через Евангелие. Удивительно, но слово «верность» имеет ведь огромное значение по отношению к множеству обстоятельств нашей жизни. Но разве может быть без верности делу сплоченный коллектив ученых или производственников? Разве не может быть без верности счастливый семейный союз мужа и жены, детей и родителей? Мы знаем, что верность проистекает из самой глубины человеческого сознания, из глубины душевной. В современном обиходе есть иное, заимствованное из иных языков слова, которое как бы призвано оттеснить в сторону это великое и святое понятие верности. Мы употребляем слово «лояльность». Но если разобраться, то в лояльности нету сердечного чувства. Лояльность прагматична. Лояльность можно описать как безопасное сотрудничество, безопасное сосуществование. Лояльность, конечно, не предполагает измены, но она ее и не исключает, потому что она не требует от человека полной отдачи самого себя. Это поверхностное явление, хотя иногда и столь необходимое для формирования тех же самых корпораций, трудовых коллективов и так далее. Верность действительно затрагивает глубину человеческого бытия. Не случайно у верности и веры один корень. Абсолютно не случайно, что в русском языке это действительно так. Потому что в сознании нашего народа никакой верности без веры быть не могло. Верность формировалась глубочайшими религиозными убеждениями. Сознанием того, что над всеми нами суд Божий, что нельзя делать подлости, нельзя изменять, нельзя предавать, потому что это не только неэтично по отношению к людям, это греховно по отношению к Богу. Образ святой мученицы Татьяны завораживает. Но если бы молодые современные люди могли познакомиться с ее жизнью, к сожалению, это не так. При всей мощи современного информационного потока там такие рассказы, как рассказ о святой мученице Татьяны, занимают ничтожное место. А ведь такой образ способен открыть перед человеком нечто весьма существенное для него самого. Молодая, красивая, преуспевающая девушка, которая отказывается от многих развлечений, обычая в тогдашней жизни, которая концентрирует свое внимание на своих убеждениях, которая вырастает в героя духа, способную бросить вызов мучителям, рука которых направлялась высшей государственной властью самой могущественной империи. Под этим хрупким образом молодой девушки скрывается невероятная внутренняя духовная сила. И эта сила сформировалась потому, что она верила в Бога, во Христа. Это был краеугольный камень ее убеждений. Настоящая верность всегда там, где есть страх Божий. Страх Божий — это не выброс адреналина. Это не тот самый страх, который испытывает водитель, нарушивший правила движения, когда его останавливает полицейский. Страх Божий — это этическое понятие, которое пронизывает всю жизнь человека, которое способно, это сила Божьего страха, корректировать наше поведение. Мы сознаем, что Бог рядом с нами, что Он видит наши дела, и если мы верим в Него, то мы вверяем Ему свою жизнь, и тогда никакая измена становится невозможной. Как невозможным становится очень многое другое, что сегодня разрушает личную, семейную жизнь, общественные связи, которые наносят удар по самому существованию человеческой цивилизации, это грех, возведенный в норму. Он невозможен, когда человек сохраняет веру и верность Господу. Вот я от всего сердца хотел бы пожелать в первую очередь студентам, профессорам Московского государственного университета, всем высшим школам нашей страны задуматься над тем, что означает быть верным, что означает верить в Бога. сегодня большое количество людей, принадлежащих к нашей интеллигенции, уже открыли для себя дорогу к храму. Мы видим, что происходит в нашем Отечестве. И когда нам говорят, что есть некие непреодолимые противоречия между интеллигенцией и Церковью, что Церковь ведет, мол, себя так, что она отталкивает интеллигенцию, это то желаемое, что выдают за действительность узкие круги людей, для которых важна не принадлежность к интеллигенции, а важность борьба с верой. Мы вспоминали сегодня трагические события, связанные с закрытием этого храма, с уничтожением веры в нашей стране. Разве все то, что сегодня говорят в отношении Церкви, не говорилось в те страшные предреволюционные годы, разве не говорилось в момент террора и уничтожения России и Русской Церкви? Все это говорилось и говорилось куда хлеще, куда сильнее, чем сейчас. Поэтому мы утверждаем, что нет никаких противоречий между интеллигенцией и Церкви, если та и другая сохраняет свою верность в первую очередь тем великим нравственным ценностям, которые существуют в жизни нашего народа. Церковь открыта к диалогу. Она готова встречаться даже с противниками. Мы готовы встречаться с любым и каждым. Мы смиренно готовы объяснять и отвечать на вопросы, которые возникают, но мы не готовы быть статистами в той самой стратегии, которая сегодня определенными кругами выстраивается в борьбе с Церковью. Церковь не будет статистом. Она со смирением и внутренней силой будет всегда свидетельствовать о Боге живом, о том законе, который Он дал людям и о том, как этот закон, отобразившись в народной жизни, предстает сегодня в тех самых традиционных нравственных ценностях, которые Церковь защищает. Я хотел бы сердечно поблагодарить вас, Виктор Антонович, отца Владимира, за этот прекрасный дар. Я действительно очень люблю музыку. У меня не так много времени, чтобы, к сожалению, посещать те самые концертные залы, где и сегодня проводятся прекрасные концерты. Но открою вам небольшую тайну. Когда мне приходится за какое-то короткое время написать серьезный текст, а в моей жизни почти всегда так, за короткое время, то я тихонько включаю музыку. Я пишу под аккомпанемент музыки. И получаю внутреннее успокоение и вдохновение. Поэтому я не просто любитель музыки, я прагматичный потребитель этой музыки и направляю слушание этой музыки на достижение тех целей, которые передо мной стоят. Я хотел бы поблагодарить вас, Виктор Антонович, за добрый дар, который будет использован для дальнейшего восстановления этого храма. Отца Владимира прошу сделать все, чтобы во благовремени этот замечательный классический иконостас, соответствующий стилю храма, был полностью восстановлен. Ведь именно его сжигали во дворе этого храма те, кто думал, что уничтожив надпись «Я есть свет миру» на фронтоне храма, они исторгнут из души наших людей веру в Господа и Спасителя. Уже из-за одного воспоминания о тех героических событиях мы должны восстановить иконостас, восстанавливая историческую правду. Всех вас сердечно благодарю за участие в Божественной Литургии и пусть благословение Божие молитвами святой мученицы Татьяны пребывает со всеми нами. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok